Бутылочная горлышко 70-летней выдержки. Скоро оно станет главным ньюсмейкером города. Споры вокруг переправы на новом рынке не утихают даже сейчас, когда до ремонта, по сути, осталось всего ничего. Мэрия уже начала рассматривать предложения граждан, касаемые организации движения на участке. Чиновникам поступило уже более 30 писем от жителей города. Их можно отправлять на почту, указанную на сайте города, до 28 февраля. Есть, конечно, предложения, которые связаны в первую очередь с движением общественного транспорта. Это в том числе обособление трамвайных путей по улице Советская армия, многие жители высказывают. У нас это предложение было озвучено и ранее, то есть сейчас мы это предложение в работу взяли. Ну и, конечно же, есть такие предложения, какие-то связанные с движением трамваев, с автобусами. Поэтому все эти предложения нами рассматриваются, смотрятся. Схемы движения во время ремонта предлагали даже студенты политеха. Этому они посвятили свои ВКР. Одна из дипломных работ частично ляжет в основу концепции движения на новом рынке. А тем временем некоторые общественники в Барнауле бьют тревогу. Город совершенно не готов к закрытию моста. По их мнению, сроки ремонта необходимо сдвинуть с весны на осень. Мы готовим как раз обращение к главе города Вячеславу Франку, в котором мы просим и отложить сроки, и заняться вопросом в устройство трамвайного кольца возле торгового центра «Пионер», обособить трамвайные пути на улице Челюскинцев. В мэрии считают, обосение обеспочвено, переносить работу на осень нецелесообразно. Как заверяют чиновники, они проделывают большую подготовительную работу, и мост никто не закроет, пока не будет четкой схемы движения, работы светофоров, новых знаков и разметки. Те планы, которые мы наметили, это и строительство разворотного кольца, и обособление полос, выделенные для общественного транспорта, это работы именно в финальной своей стадии, требующие порядка двух недель. Ну и те мысли о переносе сроков на осенний период, но они несостоятельны как минимум. В первую очередь это связано с тем, что в летний период организовать движение, и как раз перейти на это движение, когда в целом трафик снижается, приучить жителя к новой схеме наиболее оптимально. Кто был прав, мы узнаем совсем скоро. Власти планируют приступить к ремонту уже в мае, а это значит, что тысячам барнаульцев придется искать пути обхода и лишние часы на сон. В утренних и вечерних пробках его будет не хватать. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком.